Всем привет! Меня зовут Кирогиена, и мы с этим немножко зачастили, возможно, но сегодня опять распаковка с Алиэкспресса. Не бойтесь, у меня осталась всего одна посылка, поэтому будем ждать еще две, чтобы записать следующую часть. Я все думала, какие пакеты взять, у меня лежило четыре, поэтому я решила распаковывать по мере прибытия, поэтому, к сожалению, я примерно знаю, что будет в этих пакетах, но в какой последовательности это, конечно, сюрприз. Ну и для вас, конечно, тоже сюрприз, потому что я не показываю, что я собираюсь заказать. Первый пакет довольно крупненький, и он довольно мощно упакован, кстати. Точно! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать интересные выпуски вроде этого. Жмякайте на колокольчик и ставьте лайк этому видосу, если любите распаковки с Алиэкспресса. Так, смотрите, проложили еще штукой какой-то. Как будто что-то хрупкое у нас там. Так, это карандаш. Тут, к сожалению, все предполагаю, что на китайском. В общем, тут одни иероглифы и ни слова вообще по-английски, кроме адреса. Адреса производителя. Но это карандаш 2Б, и отличительная его черта в том, что у него такой плоский прямоугольный стержень. Стоил он 140 рублей. Тут идет сразу карандаш, и, я так понимаю, стержень к нему. Давайте откроем, посмотрим. У меня, к сожалению, видео с камерой никуда не транслируется, поэтому я могу только предполагать, попадает ли то, что я делаю, в кадр или нет. Именно поэтому я потом делаю просто подсъемы, чтобы показать вам все поближе. И если это не попало в кадр, то это, конечно, единственный шанс показать вам что-то. Ненавижу такие блистеры из-за того, что у них приходится сзади вот эту фигню отрывать, кстати. Ставь лайк, если та же фигня. Так, корпус. Я думала, что он будет более такой приятный на ощупь, типа... Soft-touch. Я все называю soft-touch после того, как увидела это слово. Если на ощупь вещь приятная, то она для меня soft-touch. О, там уже есть стержень. Ну, клево, клево. В коробочке еще раз, два, три, четыре, пять, шесть стерженьков. Прикольно. Но я боюсь то, что будет проблематично искать стержни в магазине. Пойдемте затестим карандаш. Ну, слушайте, на самом деле-то, что нам здесь обозревать? Правильно, карандаш умный в Африке, карандаш. Главное, чтобы оставляла за собой следы. Хочешь так рисую. Хочешь так рисую. Хочешь бочком завали, тонкие линии здесь. А потом хлобысь. Хлобысь, им, наверное, контур клевый рисовать. Такой, типа, жирный. Обычный карандаш. Ну, к слову, держать его не очень удобно. Вертеть тоже, но он может понадобиться каких-то крутых штук. И им намного удобнее будет закрашивать какие-то большие площади, например, чем обычным механическим карандашом. Это 100%. В остальном, ну, обычный карандаш. Если вы рисуете какие-то супер детальные скетчи, то, конечно, это не самая удобная вещь. Но я думаю, он может сослужить свою службу в каких-то специфических видах работ. Тем более, тем более у него есть ластик. Тем более, что это не маркеры, это не какие-то такие штуки, которые могут засохнуть или испортиться. Его срок годности стремится к бесконечности, поэтому карандаши можно покупать бесконечно. Они все равно, им ничего не будет. Вообще ничего. Пойдемте лучше посмотрим, что в следующем пакете. Следующая посылка для меня очень очевидная, но очень необычный сам предмет. Нет, на самом деле он очень обыденный. Просто я придумала уже ему кучу применений. Поэтому он для меня был достаточно долгожданным. А почему они не квадратные? Это стикеры. Квадратные стикеры для записи. И они прозрачные. И все. Ладно, ничего не видно. В общем, я посчитала, что ими очень удобно на скетчах, например, неудавшийся какой-то момент отработать, переработать. Можно придумывать всякие композиции с этими стикерами. Или, допустим, если вы изучаете что-то в книге. Я в книгах вообще не пишу, поэтому закладываю закладки. А потом просто конспектирую уже постфактум. С этими стикерами можно, не отрываясь от книги, просто налепить его поверх текста, записать ваши мысли, записать то, что нужно потом, например, куда-то переписать. Или там... Ну, в общем, вы поняли. Можно писать в книге без ущерба для книги. По-моему, это суперудобно. И плюс в том, что не обязательно будет его отлеплять, чтобы прочитать текст снизу. Он будет виден через стикер. Стоит такая хреновина. 150 рублей за такую штуку. Это, по-моему, самый большой размер. Они, кстати, по цене не различаются. Большой и маленький. И есть еще в разных цветах. Я взяла белый, чтобы лучше подходил ко всему. И я не могу найти, сколько там листочков. Но предполагаю, что, скорее всего, 100. Есть ответы. 47! За 150-47 не очень выгодно. Ну, возможно, там есть варианты подешевле. В любом случае, ссылку я вам оставлю. Можете поискать по похожим, если вам понравилась эта штука. Пойдемте попробуем на ней порисовать. Посмотрим, какие материалы будут рисовать они, а какие нет. Потому что я предполагаю то, что, например, маркеры здесь не будут положиться. Возьмем листок, который побывал у меня на лбу. Налепим его судой. И посмотрим, что на нем вообще может работать. Вот, кстати, по поводу его прозрачности. Вот. Хотя, видно через него плохо. С другой стороны. Может, он такой тип? Нет. Так, пошел первый. Карандаш. Норм. Норм. И даже практически не размазывается. Возьмем какой-нибудь тип шарпи. А вот здесь видно, что он прям... Вот, кстати, он не размазывается прям полностью. Он все равно остается. Я больше, чем вырежу, сейчас он подсохнет. И все с ним будет ок. Так. Маркер. Спиртовой. Вообще почти не размазывается. Щехарно. Давайте попробуем какой-нибудь типо... Линер. Что-то поплыл, братан. Ну вот, с линерами все намного хуже. Линер размазывается почему-то больше всего. Вот этот оставлю подсохным. Посмотрим. И можно еще попробовать, наверное... Чего под руку попадется, то и попробуем. Так, так. Чем чаще всего пользуюсь? Ну, ручки не самые частые, конечно, но... Сойдет. Мне кажется, она сейчас тоже размажется. Да. А если подсохнуть? Кстати, знаете, для чего еще можно использовать? Вот у меня эти акварельные маркеры, скетч-маркер. Можно прямо на работу лепить эту штуку и использовать как палитру. По-моему, это гораздо удобнее даже, чем вот та палитра, которую давали в наборе. Так, карандаши цветные. Вообще не видно. Чуть-чуть видно. Как там наш... Линеры, они не засыхают просто. Вот маркеры почему-то круто. То есть можно, например, сделать какую-то графическую работу. И, прилепив эти стикеры, можно сверху раскрасить. Но при этом работа, по сути, останется чебешная. Прикольно. Можно где-то использовать, но не для такого. Не для ежедневного применения, скажем так. Типа, постоянно вы этим пользоваться, наверное, не сможете. Но прикольно. Прикольно. Неплохо иметь такую штуку в арсенале. Я особенно знаю, что ты очень часто косячишь, и можно все-таки что-то прикрыть и карандашом сверху, например, переделать или что-то вроде того. Не знаю. Давайте посмотрим, что в третьем, и уже будем работу рисовать. И последний пакет, еще желтенький, для разнообразия. Открываем. Я, наконец-то, решила пользоваться ножницами на распаковке, потому что мне достало то, что все летит в разные стороны. Я боюсь повредить товар. Так. Брашики. Три брашика. Я взяла таких тепло-серых оттенков. Выглядит очень стилево. С одной стороны файн, с другой стороны браш. Калпачки, кстати, прикольные. Браш не гнется нормально. Гнется немножко кончик. Возможно, возможно, он разработается. Ой, ребята, тут файн, он как у каллиграфической ручки. Неждан, неждан. В общем, тут один нейтральный серый и два тепло-серых. Ну, короче, коричневый. Короче говоря. Меня очень заинтересовала вся эта штука. Они должны быть водорастворимыми, типа акварельных, как я поняла. Стоит такая хренота. 217 рублей за три штучки. Там было очень много разных наборов, но, к сожалению, к моменту, когда я решила заказывать товары на обзор, осталось не так много. Да и как-то самый нейтральный набор мне много где пригодится для графики, для прочего. А цены, цветы, наборы я не всегда знаю, куда деть. И боюсь, что они испортятся раньше времени. У меня серый у меня всегда в первую очередь уходит. Поэтому отлично. Так, посмотрим, что у них написано в описании. Какие они водорастворимые водородки. Кстати, на обложке сразу нарисован леттеринг, типа красивый. Вот и проверим, кстати, можно ли им леттеринг нарисовать. Наборов в данный момент 7 штук доступны. Есть черные градации серого, есть вот такой вот фиолетовый, голубой, зеленый, желтый и розовый. Вот если бы был красный, я бы что пробовала? Набор двухсторонних фломастеров на водной основе. Ничего толком не написано. Что, для чего. Смешной вопрос. Для леттеринга подойдут? Типа, вопросы и ответы для леттеринга. А почему они не должны подойти для леттеринга? Какие материалы вообще не подходят для леттеринга, мне интересно. Так, отзыв пишет, что кистям надо приспособить. Ладно, если вам будет интересно, сами почитайте отзывы, всякие штуки. Ссылка будет в описании. Все, вам оставлю все наводочки. Я предлагаю пойти и проверить их. Я долго думала, как же соединить все эти материалы. Кажется, что ничего сложного в этом нет, но на самом деле для меня это оказалось тоже неким челленджем. И только после того, как я все нарисовала, мой главный советник кинул идею, что можно было нарисовать человека на стикерах одежду. И получилось бы, как это называется, раздевалочка. Когда там, типа... Я не знаю, знаете ли вы об этом или нет. Я вообще случайно увидела такую штуку в интернете, что рисуют персонажа одетого. И за определенное количество лайков и комментов его начинают, типа, раздевать. Очень странная тема, но это не мое дело. И да, это же, блин, элементарно. Типа, съемные элементы. Это супер круто. Почему я до этого не додумывалась? Но я решила нарисовать человека собакой. А стикерами сделать ночное звездное небо. И таким образом, снимая стикеры, можно менять время суток. Не самое лучшее применение стикеров, наверное. Тем более, мне пришлось их обрезать. Но до чего додумалась, так сказать. Очень не хватало чего-то абсолютно черного. Но это, конечно же, сугубо из-за того, что у меня уже привычка делать что-то супер черным. Поэтому обычного карандаша у меня было прям супер мало. Очень хотела взять какой-то линер, но нет. Пожалуй, нет. Пришлось справляться одним карандашом. Я, кстати, обнаружила превосходство этого карандаша над другими механическими. У него не ломаются стержни. Это довольно очевидный факт. Но пока я не начала агрессивно штриховать лес, мне это даже в голову не пришло. Он же толще. Его нельзя так просто сломать. Он не будет стрелять во время работы. Он будет... Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, очень сложно. Если вы немного только выставляете стержень, то шанс того, что он сломается... Я не знаю. Это, наверное, надо так обозлиться на свою работу, чтобы так выдавливать карандаш, чтобы даже этот стержень мог сломаться. 2B — это, конечно, слишком твердо для сплошной черной заливки. Но раз уж я поставила себе условие рисовать только тем, что распаковываю, этого надо было придерживаться. По поводу маркеров. Их легко было размывать только на тесте. А на форме это делать было очень сложно. Я опускала перо в воду и потом пыталась положить тени. У меня не очень получалось, поэтому я пришла к тактике штриховки. Ну, просто дело в том, что... Когда ты рисуешь просто градиент, рисуешь его по прямой, а там нужно было все-таки делать где-то округлую форму, где-то, не знаю, треугольную. В общем, разные формы нужно было делать. И с учетом того, что они работают примерно как хамелеоны, нужно очень долго тренироваться. Ну, эта техника конкретно работает как хамелеоны. Нужно очень долго тренироваться, чтобы достичь реально нормального эффекта. Я, к сожалению, такой техникой не владею. Поэтому, да, мне пришлось по старинке просто начать штриховать все это акварельными маркерами. У меня есть сомнения насчет того, что они акварельные, потому что они толком не размываются. Поэтому либо это байт, либо это плохие акварельные маркеры. Но их можно использовать тупо для леттеринга, для каких-то маленьких таких штучек, дрючек, маленьких рисуночков. Почему бы и нет? Тем более у них есть крутая фича, то, что у них все-таки два пера и тонкая. Можно использовать много где, включая даже контуры. Можно им спокойно рисовать контуры. И для исполнения каких-нибудь ежедневников, bullet journal, да вообще всего на свете очень хорошо подойдет. Поэтому совет, респект и все такое. Да, и собаку-то я уже не пыталась размывать. Я просто начала ее так агрессивно заштриховывать. И только максимум смешивала немного коричневого цвета между собой. Серый я в собаке вообще не использовала. Хотя можно было, конечно, положить на край морды, где нос. Можно было немножко серенького добавить. Коричневые идеально подошли для шерсти собаки. Вот по типу радозийского риджбека что-то получилось. И поэтому идеальный. Идеальный собачий набор просто. Я даже не ожидала такого. Хотела немного заштриховать головы. И человеческую, и собачью. Но на местах, где цвет был густо залит, этого сделать тупо не получилось. Этот карандаш отказывался ложиться. Он просто проскальзил. Я такой, типа, не, чувак, я не буду здесь рисовать. Где было прокрашено буквально там один-два раза, там норм. А где я вот смешивала цвета, вообще никак не ложится. Можно даже не пробовать. В целом, я очень довольна этим выпуском. Очень довольна товарами, материалами, которые мне попались. Конечно же, не обошлось без минусов. Ну, например, стикеров очень мало. Как мы прочитали, их там всего 47. Это критически мало, я считаю, для такой цены. Ну, необоснованно. И было бы здорово, если бы они были матовые. На матовых все не так сильно размазывалось бы. И реально можно было бы что-то на них нарисовать. И не бояться задеть это пальцем чем угодно. На самом деле, мне кажется, на дуновение ветра способно размазаться на этой поверхности. На карандаш будет очень тяжело найти стержни. Я подозреваю то, что такие стержни можно найти только на Алиэкспрессе или на каких-то более крупных магазинах. У меня нет крупных магазинов. У меня буквально там полгода назад только маркеры появились в городе. И то это санетовский набор, который стоит как копики. А по факту там 12 маркеров санетовских. Ну и как бы, соответственно, набор скрывать нельзя. Проверить маркеры нельзя. И это все очень подозрительно. И как бы я за это не берусь. Хотя, не-не-не, буквально месяц назад заходила за какой-то хренью, типа черные ручки. И увидела, что стали появляться наборы маркеров. Не шманские с Алика. Но это уже какой-то прогресс. Значит, это идет к нам. И я теперь не одна в этом городе рисую маркерами. Ну, наверное, и не одна. Может, кто-то использует маркеры. Но маркеры еще используют для заполнения всяких. Для планирования. Я этим тоже занимаюсь. Но я не заморачиваюсь над разворотами, кстати. Потому что я считаю то, что это пустая трата времени. Я открываю ежедневник, вычеркиваю задачу, закрываю. Там с утра заполняю цели задачи на день. Там раз в неделю. Ну, в общем, это буквально пять минут. И заморачиваться над разворотом, сидеть по часу. Да, ну, я лучше порисую. Или там на день чуть-чуть заработаю. Не для меня это. Такая прокрастинация, это не мой формат. Тем более, что на них круто смотреть. Но мне достаточно того, что я наблюдаю. Это где-то у меня часто проскальзывает в каком-нибудь там Пинтересте, в Телеграме. У меня есть какой-то канал. Ну, в общем, я могу просто посмотреть на это. И это меня удовлетворит со своим планером. Мне не обязательно такое делать. Маркеры не размываются. Это минус. То есть, я ожидала акварельные. Мы, по-моему, не нашли упоминания. Но я, блин, точно помню, что я заказывала акварельные маркеры. Получили не то. Теперь я даже не могу выпендриться, что это не акварельный маркер. Потому что там теперь нет указания. Кстати, заметила, что очень часто описания меняются, когда я что-то заказываю. Ну, или просто я дурак. Как бы прочитала одно, а заказала другое. Поэтому это даже, по сути, не придирка. Это лишь мои преувеличенные ожидания насчет этих маркеров. Но, по сути, они не такие плохие. Я заказывала подобные с Wildress. И по похожей цене. Но они были только односторонние. Они были только с кистью. Я, мне кажется, показываю вам их в видео. Я заказывала тогда их для сравнения с эколайнами. Честно говоря, ими мне понравилось работать намного больше, чем с эколайнами. Возможно, у меня какое-то внутреннее небольшое отвращение к акварели есть. Поэтому мне очень тяжело работать тем, что должно прям суперски размываться водой. Но, видите, руки-то тянутся. Тянутся, блин, руки-то к чему-то акварельному. Мне кажется, я просто великий какой-то акварелист в душе. Я просто не могу выйти из зоны комфорта и начать рисовать акварелию. К маркерам, по сути, больше придирек-то и нет. Перья, то, что я говорила, то, что они довольно твердые. Перья разные нужны, перья разные важны. То есть, эти я могу использовать для каких-то одних целей, более мягкие для других, например. И нет ничего плохого в том, что они довольно твердые. Твердыми мне лично, наоборот, намного легче управляться, потому что они не делают неожиданных поворотов. Они более фиксированы, и ты с большей уверенностью можешь предугадать, куда оно загнется и как себя поведет на этом участке бумаги. У меня на этом все. Мне больше, в принципе, сказать нечего. Ставьте лайк, если понравилось это видео. И если вы хотите еще, обязательно пишите в комментариях, что вы хотите еще Алиэкспресс. И обзор каких товаров вы хотите у меня увидеть. Не обязательно искать какие-то конкретные товары. Достаточно будет написать там, хочу карандаши, хочу маркеры, хочу ластики, хочу бумагу с Алика. Хочу, да что угодно. Короче, да, вы поняли. Пишите о ваших пожеланиях, пишите о том, что вы хотите видеть эти выпуски дальше, и я буду снимать дальше. На данный момент у меня осталась одна посылка только. Вот, в ближайшее время я буду заказывать еще, поэтому, к сожалению, следующий выпуск Алиэкспресса будет только в следующем году. Ну вот, проблемы были с финансами, поэтому пришлось сделать перерыв в заказывании. Так-то нужно, конечно, это все на поток ставить, и заказывать сразу тоннами товары для этих выпусков. Спасибо вам большое за просмотр, за лайк, за подписку. За подписку всем отдельное спасибо. Кто смотрит без подписок, тот не получает всего удовольствия. Я передаю весь кайф от моих видео только моим подписчикам. Увидимся с вами на следующей неделе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok